Приветствую вас. Давайте я попробую разобраться с тем, что мы написали. Значит, говорят, нужно быть самим. Наверное, вы хотите написать самим собой. Но тут же противоречит. Значит, есть сразу момент, кто говорит, что нужно быть самим собой. Простите за звуки из окна. Кто говорит, что нужно быть собой? Почему вы слушаете кого-то, кто говорит, как нужно делать? Это первое. Это вопрос вашей уверенности в себе. Это вопрос недоверия самому себе. Второе. Во-первых, в литературе, литература по психологии, говорят, что нельзя хвастаться. Аноним. Дело в том, что литература по психологии, литература именно, написана не для клиентов. Она написана не для клиентов. Она написана для психологов. Понимаете, в самом деле? А если у вас есть проблемы какие-то, то литература по психологии вам противопоказана. Потому что она не решит ваши проблемы. Она, наоборот, породит еще большие проблемы. Знаете, литература по психологии, как правило, ориентирована на студентов, изучающих психологию, на практикующих психологов, на ученых, но не на людей, у которых проблемы. У людей, у которых проблемы, есть выбор. Либо проблемы решать самим какими-то вот способами, ну, своими способами, да. Либо, вот, пожалуйста, психолог, психотерапевт вам поможет, выслушает вас и так далее. Я еще раз принадлежу свои извинения за звуки из окна. Очень жарко и, собственно, вот. У нас тут такие вот неприятные звуки. В общем, простите, пожалуйста. Вот. То есть, литература предназначена не для клиентов, да, а для, собственно, именно тех, кто занимается психологией профессионально. Поэтому литературу по психологии читать лучше не нужно. Ладно. Литературу по психологии, тем более по популярной психологии, так называемой популярной психологии, литературу тоже читать не нужно, потому что это написано еще раз не для клиентов. И реальных проблем это не решает. А какие-то серьезные проблемы, если есть, это только усугубляет еще больше. Не нужно натягивать маску и куча всего того, что я делаю. Ну, интересно, конечно, что вы делаете. Что касается маски, то здесь я, пожалуй, соглашусь с коллегой. На момент записи этого ответа у вас был один комментарий вот от Андрея Смирнова. И, соответственно, я, пожалуй, соглашусь с ним и скажу о том, что, как бы, не носить маску вообще нельзя. Потому что, ну, есть дресс-код, да, есть, например, правила этикета, есть нормы поведения там в определенных местах и так далее. Понимаете? И, как бы вам это не нравилось, как бы вам это не было неприятно, вот, но делать это, делать это нуль. Делать это нуль. Другое дело, в какой степени, как. Вот что важно. Понимаете? То есть, если мы говорим о том, что, например, вот вы думаете, что вам одеть, да, что вам одеть, то одевать вы можете все, что нельзя назвать, например, откровенно неприличным, да, то есть вот все, что не считается неприличным в вашем обществе. Одевать можно вообще все. Это довольно широкий перечень предметов одежды. Это первое. Второе. Если мы, например, говорим о поведении, то вести себя, опять же, вы можете как угодно, если только это поведение не вредит другим людям. То есть, если вы, например, пришли, допустим, ну, например, в храм, в церковь, то естественно, что вы должны в эту церковь, в храм, вести себя подобающе. То есть, когда вы приходите куда-то, вы уважаете устои и традиции людей, среди которых вы оказались. Но вам совершенно не нужно, совершенно не обязательно, как бы действовать в ущерб себе. То есть, есть четкая грань между тем, что вы делаете, дабы не завредить другим людям, и есть четкая грань в тем, чтобы делать то, что вам нравится. Понимаете? Поэтому совсем без масок нельзя, если вы будете, человек не будет носить маски, если человек не будет, как бы, ну, соответствовать каким-то вот нормам общества, в которых он живет, то ничего хорошего из этого не получится, потому что его будут просто считать, там, каким-то, ну, отшельником, отшельником, там, официальным типом и так далее. Я не думаю, что это то, чего вы хотели бы для себя, поэтому данный вариант я не рассматриваю. То есть, непонятно, откуда взялось такое вот, прямо скажем, радикальное мнение, радикальное мнение относительно того, что маски носить нельзя. Это вообще кто сказал? Да, нельзя увлекаться масками, нельзя терять себя за масками. Это да. Но это все-таки немножко разные вещи. Кстати, а что такое, что такое не терять себя? Не терять себя, это значит не вредить себе, не действовать во вред себе. Не терять себя, это значит не действовать ущерб себе. Вот что это значит. Понимаете? И здесь вот маски, они действительно не нужны. Представь такого, знаете, такого радикального, полярного восприятия данной ситуации. Это либо я в масках, либо я без масок. Без масок. Это не работает так. Вы всегда носите маски в той или иной степени, но это маска с вашим лицом. То есть маска снаружи, а за ней ваше лицо. И ваше лицо это то, с кем вы являетесь. Вы же здесь как будто бы идентифицируете маску со своим лицом. И это вот не есть правильность. Как раз таки. Потому что маска это не лицо. Это не то, что вас определяет. Далее. А ведь это я и есть. Да, и нельзя не натянуть маску и кучу всего того, что я делаю. А чего именно вы делаете? Вот что вы делаете? То есть точно так же можно разобрать все, что вы делаете. И ведь это я и есть. В итоге выходит, что так, что нужно быть самим собой, но убрать то-то, 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 то-то. Короче, 80% меня убрать. Нет. А если вы сами собой, то вы убираете только все лишнее. Если вы, если вы убираете, например, маску, если вы убираете то-то, 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 то вы просто убираете социальные надстройки и остаетесь только вот непосредственно вам самим. Значит, остаетесь таким, какой есть вы. Но при этом нельзя забывать, что для того, чтобы реализовывать свои дела, свои потребности, чтобы чего-то добиваться, нужно адаптироваться. Нужно адаптироваться к обществу. И для этого необходимо соответствовать всем-то обществу, но опять же не в ущерб себе. Я жамба-цемей не особо разговорчивая, но такое общество я не нужен. А почему не особо разговорчивая? Почему считаете, что вы не особо нужны? Например, женщинам нужны мужчины, которые не особо разговорчивы. Это проявление мудственности, это проявление сил. Если вы не особо разговорчивый, но активный в том, что делаете, то тут тоже все в порядке. Откуда у вас занижение себя, чтобы обществу не нужны. И самое главное, что вы можете предложить обществу. Далее. Я хочу нравиться людям, а такой, какой я есть, я не нравлюсь. Но опять же, вы говорите, я хочу нравиться людям. Зачем вам нравиться людям? Если вы считаете, что такой, какой вы есть, вы людям не нравитесь, то это в первую очередь означает, что вы сами себе не нравитесь. Вы не принимаете себя, не можете принять других людей, и из-за этого вы не можете другим людям показать свои сильные стороны, то, что вы можете иметь для них полезным, то, что может им понравиться вас. Кроме того, отдельная тема заслуживает то, по поводу чего вы с людьми соприкасаетесь. Да тут не бывает так, что вы просто взяли познакомились с кем-то и сами с этим человеком общаться, так это не работает. Нужна деятельность, нужны какие-то занятия, нужны какой-то фон для устраивания отношений, понимаете? И только тогда, если у вас будет этот фон, вы можете покажать людям свои самые сильные стороны, но для этого вам нужно принимать себя таким, какой вы есть, понять то, чего вы хотите для себя, какие у вас желания и постараться это реализовать. А цель нравится людям не является целью как договора. Это означает растворяться в других людях, потому что, чтобы нравиться людям, нужно быть таким, каким вас хотят видеть люди, а это значит потерять себя. идея того, что вы носите маску для адаптации к обществу, но при этом для продвижения своих целей, никак не укладывается в тем, что вы хотите нравиться людям, быстро творятся им. Другое дело, почему вы хотите нравиться людям, потому что вам нужно их одобрение, потому что вам нужна их оценка. А почему вам нужна их оценка? Потому что вы сами себя не уверенны, и сами себя не принимаете. нужно чтобы вас приняли. Но таким, какой вы есть, вас не принимают, потому что вы не принимаете себя. Таким, какой вы есть, вы не принимаете, потому что у вас нет четких целей, у вас нет каких-то ориентиров деятельности, которые вы пытались бы достичь и которыми вы руководствовались при совершении того или иного выбора. Из этого получается, что вам ничего не остается, кроме как пытаться быть тем, кто понравится другим людям, чтобы хоть как-то так реализовываться. Но в действительности, когда вы это делаете, вы чувствуете себя неудовлетворенным, потому что это не вы. Понимаете? То есть, как бы, углубление в тот или иной полюс, это плохо, полюс, это плохо. Далее, в итоге такой, какой я есть, я один. И что? Нужно получать удовольствие от одиночества, нужно уметь грамотно одиночество использовать, нужно с помощью одиночества добиваться того, чего вы хотите сами, без изначальной идеи быть с кем-то, и вы заметите, как люди, как у вас будут появляться, но только те, кто вас принимает. Это небольшое количество, но больше и не нужно. Или вы думаете, что только вы не особо разговорчивы. Я вообще, и вообще запутался, каким мне быть. А каким вы хотите? Что вы из себя представляете? Какие у вас ценности, желания, идеи, истребления? Совершаете ли вы выбор? На что вы опираетесь при совершении того или иного выбора? Каким нужно быть? Я сказал в своем сообщении, каким вам нужно быть уже, как вообще это понять. Только отцеливать в своем желании и соответствовать, как бы придерживаться соответствия ваших желаний с тем, чего хотят другие люди. И все. Меня больше волнует, почему вы вообще стали читать книжки по психологии. Для чего? Вместо того, чтобы образиться к психологам. Видите, как получается? Что книги вас допутали еще больше. Вот об этом я и говорю. Скорее всего, причины вашей неуверенности идет известно, либо из каких-то ярких событий из подростковой жизни, в подростковом периоде. И, соответственно, нужно работать сперва над повышением уверенности в себе, повышением самооценки и снятием комплексов. Возможно, еще со страхами. снятие. Но это уже зависит исключительно от вашей истории. Так что, подобными вопросами, подобными серьезными вопросами вы свою проблему не решите. Каждый ищет свой путь для поиска ответов на вопросы, которые вы задаете. В книжке таких ответов вы не найдете. только в личной беседе с психологом, только при регулярной работе вы сможете понять, какой ваш путь, исследуя ему, стать самим собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.